Серги, подвески, обереги, светильники ручной работы. Что только не найдешь в сундуке у омских рукодельниц. Все изделия выполнены в единственном экземпляре. О том, как создаются оригинальные украшения для женщин и для дома, расскажет Александра Литкова. Подручные материалы и немного фантазии. Создавать украшения и поделки воспитатель пришкольного интерната в селе Ома Людмила Ванюта начала для того, чтобы занять детей в свободное время. Вначале мы делали подделки из меха оленя. А потом со временем мы стали делать более сложные подделки. Квилинг из кусочка бумаги цветной. Потом перешли на фетр. У нас все участвуют. Девочки, мальчики. Мальчики у нас любят шить, вышивать, клеить, принимать активное участие. Для Ирины Соловьевой хобби – дополнительный заработок. Светильники ручной работы расходятся, как горячие пирожки. Рукодельница занимается их созданием в свободное от работы время. Технология не самая сложная и занимает не так много времени. Это изолон. Изолон я его вырезаю, нагреваю на фене. Где-то подкрашаю вот эти подкрашенные у меня. И придаю форму лепесточкам. А потом их обклеиваю в цветок. И вот, как бы видно, наверное, там на шар приклеиваю. Все это светится, все это работает. Ночник. Еще одно увлечение – женщины к кружке, украшенные изделиями из полимерной глины, которые также пользуются спросом как у местных жителей, так и за пределами Омы. Я вот была в Архангельске на мастер-классе. Вот это у меня первая моя работа. Мне понравилась полимерная глина. Накупила я там глины, привезла все сюда и вот стала дома лепить. Вот это у меня уже дома и сморожки, и чайные пары, и вот такие бокальчики. И на Новый год я делала тут и с лосями, и со снеговиками. Очень много. Осталось вот это только. Объединяет сельских мастериц созданная в местном Доме культуры мастерская под названием «Ома-мастеровая» под руководством Надежды Бобриковой. Мастерами у нас Ома богатая. Все они у нас участвуют на выставках. Когда ты составляешь план, ты уже знаешь, будет масленица, мы увлекаем всех мастеров. Приезжает хоть кто-нибудь. Вот в 17-м году у нас приезжали поляки. Всех мастеров мы по ниньской тематике все работали, потому что поляки искали канинскую паницу. Своими умениями рукодельницы охотно делятся с подрастающим поколением, а также являются постоянными участницами различных выставок и мастер-классов в родном селе и не только. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.